У нас с вами есть возможность на время переместиться из Храма Христа Спасителя в Московский Кремль. Здесь также совершается служба. Мы с вами находимся в Благовещенском соборе Московского Кремля. Здесь тоже совершается ночная литургия. На богослужении присутствует президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Благовещенский собор – один из древнейших и богатых произведениями искусства памятников Московского Кремля. Простоенный при Великом Князе Государе всея Руси Иване III в 1484-1989 годах. Благовещенский собор имеет особое значение в истории русского зодчества, поскольку большинство построек новой Великокняжеской резиденции Ивана III возвели итальянские архитекторы. Собор стал выдающимся памятником отечественной архитектурной традиции. Этот собор наряден и невелик, что полностью соответствует его роли домового храма Великокняжеской семьи. Как я уже говорил, здесь, в Благовещенском соборе, совершается ночное рождественское богослужение, на котором присутствует президент России Владимир Владимирович Путин. Читается Евангелие, повествующее о Рождестве Христовом. Как я уже говорил, собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы был домовым храмом Великокняжеской семьи. По окончании строительства в 1489 году собор был освящен в честь праздника Благовещения, установленного в память Благой Вести о рождении Иисуса Христа, принесенной ангелом Гавриилом Деве Марии. В соборе издревле хранились священные реликвии, мощи, особо почитаемые иконы, старинные книги, драгоценные сосуды. Настоятель Благовещенского собора традиционно являлся духовником царя. После революции 1917 года собор был закрыт. В 1918 году в Кремле организовали музеи, и вся дальнейшая деятельность была направлена на изучение, реставрацию и сохранение собора и хранящихся в нем произведений искусства. В 1989 году Благовещенский собор отметил свой 500-летний юбилей. А уже в наше время, с 1993 года, в соборе возобновлены богослужения на престольный праздник Благовещения, 7 апреля. Такие богослужения, как правило, совершает патриарх Московский и всея Руси. Еще минуту. После чтения Евангелия в Благовещенском соборе звучит просительная ектинья. Скажу о той традиции, которая сложилась в последние годы. Как правило, президент в праздник Рождества Христова посещает один из многих храмов Русской Православной Церкви. Он бывал в разных городах и селах. Ну а сегодня он здесь, в Благовещенском соборе Московского Кремля. Ну а на Пасху, как обычно, президент присутствует в главном храме Русской Православной Церкви, в храме Христа Спасителя. Субтитры создавал DimaTorzok